Уважаемые коллеги, мое сегодняшнее выступление будет посвящено теме, о которой говорят и на улицах, и дома, и в семье, и в компании друзей. Это тема преследования инакомыслящих и тема политических репрессий и террора в отношении любой оппозиции и выразителей любых мнений, идущих вразрез с политикой нынешней власти. Сегодня я буду говорить и буду опираться в том числе на факты, касающиеся репрессий и террора в отношении представителей нашей партии, Компартии Российской Федерации, являющейся неотъемлемой частью российской оппозиции. Есть громкие дела, о которых говорят в различных СМИ, в том числе на федеральных телеканалах каждый день, и есть совершенно запредельные дикие ситуации, о которых никто не знает, потому что есть указание блокировать КПРФ и не пускать никакую информацию, исходящую от КПРФ и касающуюся ее представителей. Когда я говорю о политических репрессиях, о реальном терроре, развернутом в отношении накомыслящих, это не фигуры речи и это не художественная метафора. Приведу вам отдельные факты, о которых вряд ли вам расскажут в провластных средствах массовой информации. 29 августа в Москве на Австазоводской улице произошло зверское избиение участников совещаний комсомольцев, лимоновцев и членов АКМ, посвященное подготовке всего лишь молодежного марша «Антикапитализм-2005», которое проходило в общественной приемной КПРФ. Участники нападения 23 человека в масках были вооружены дубинками, огнестрельным травматическим оружием и взрыв-пакетами. Их доставили к месту побоища в автобусе. В результате нападения серьезно пострадали 6 активистов левого движения, в том числе комсомольцы. Двое из них были в тяжелом состоянии, отправлены в больницу с переломами рук и черепа. Буквально через неделю, 6 сентября, в Красноярске на группу активистов Союза коммунистической молодежи 6 человек во главе с секретарем Ленинского района СКМ Юрием Барановым напали неизвестные. Трое нападавших вооружены битыми и молотками и, не вступая в какие-либо объяснения, стали избивать молодых людей. Это происходило всего в нескольких метрах от стоящей машины ДПС, сотрудники которой делали вид, что не замечают преступления. После того, как нападение получили достойный отпор, то один из преступников даже попросил устоявшего сотрудника правоохранительных органов разрешение позвонить по мобильному телефону и смог вызвать подкрепление. В Самаре 11 сентября во время шести антикапитализма были задержаны 30 активистов левой молодежной организации. Манифестанты собирались привлечь внимание местных властей к проблеме ухудшения уровня жизни в Самарской области. Задержанные обращались крайне жестко. Избивали, срывали одежду, сутки продержали в холодном помещении изолятора. Обратите внимание, уважаемые коллеги, я перечисляю хронику террора всего за две недели. Ее можно было продолжить. А подобный террор происходит практически ежедневно. И его жертвы исчисляются тысячами. Причем речь идет не только о незаконных задержаниях, избиениях и пытках. Докладываю вам с этой высокой трибуны, что на сегодняшний день органами прокуратуры и внутренних дел не раскрыты ниже следующее преступление. Убийство депутата Государственной Думы Мартьянова, Москва. Убийство первого секретаря Буинского районного комитета КПРФ Садыкова, Татарстан. Убийство сотрудника мэрии города Пскова, коммуниста Люхотан, Псков. Убийство коммуниста Стехова и его семьи, Ставропольский край. Нанесение побоев коммунистов Истомину, Савиной, Растигаева, Брянская область. Разбойное нападение на участников вечера, посвященное 60-летию освобождения Калининграда от фашистов в помещении Октябрьского райкома КПРФ. Калининград. Можно продолжить этот список. Времени не хватит диктовать и получаса. В качестве абсолютного эталона политического террора у нас принято считать политические репрессии 1937 года. Однако, существующий в сегодняшней России политический строй давно переплюнул любые исторические аналоги нового и новейшего времени. Что-то подобное происходящим сейчас можно найти только в эпоху Средневековья и Инквизиции. Например, захват заложники членов семьи, главы конкурирующего клана или враждебного племени. Ярчайший пример. Арест сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко. С 28 сентября Андрей Левченко находится в СИЗО. Это при том, что до сих пор даже не вынесено законное решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Сам Андрей Левченко является руководителем фракции КПРФ в законодательном соврании Иркутской области, то есть спецсубъект. В деле нет ни одного доказательства его причастности к какой-либо преступной действии. Никакой! Однако Андрей Левченко до сих пор продолжает держать за решеткой в нарушении всех процессуальных норм. Для всех очевидно, что причина и цель его ареста состоит в том, чтобы не дать вернуться в активную политику его отцу, бывшему губернатору Иркутской области Сергею Георгиевичу Левченко. Сына Левченко Андрея арестовали сразу после того, как стало известно о том, что Сергей Левченко может войти в состав Государственной Думы. Поэтому был приведен в действие такой план. Взять в заложники члена семьи. Вот такова реальность сегодняшней России. И Бондаренко Николай, Саратовская область, депутат областного законодательного собрания, за то, что он вышел к избирателям, а штрафовали на 20 тысяч рублей, а сейчас готовит провокацию, чтобы лишить его мандата. Зачем? Для чего? Грудинин Павел Николаевич, больше 800 судов только там провели, защищает замечательный совхоз Ленина и коллектив. Зачем это делается? Не раз здесь выступали по этому делу. Карательная машина в нашей стране уже не просто перешла грань разумной жестокости. Она вышла за грань абсурдно. Чего стоят только недавние судебные решения о штрафе глухонемого прохожего, которого обвинили в том, что он выкрикивал антиправительственные лозунги. Абсурд! Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя в глаза немому от рождения инвалиду, который не мог ей ответить. Уважаемые коллеги, из провластных фракций обращаюсь к вам. Призываю задуматься над тем, что творится с вашего молчаливого согласия. Хотя вы не глухонемые, и в отличие от осужденного инвалида, современная опричнина, которая действует в России, пожирает не просто инакомыслящих. Они пожирают саму страну, саму суть правового государства. Если вы вспомните историю не только России, но и других стран, например, Франции, для вас станет очевидно, что террор никогда не останавливается на какой-то узкой, окрашенной группе людей. Рано или поздно этот монстр пожрет и вас, сидящих в том числе в этом зале. 23 февраля у нас на носу праздник. Компартия Российской Федерации в региональных отделениях сделали заявки на то, чтобы провести публичные мероприятия в форме шествий, митингов по всей стране. Практически везде исполнительная власть, а в общем-то это в основном представители единой России, отказывают в проведении этих публичных массовых мероприятий. Зачем это делать? Зачем провоцировать столкновение? Искусственно провоцировать столкновение? Это же праздник. Но давайте разрешим проведение публичных мероприятий в 23 февраля в форме шествий, митингов, концертов, всего, что есть. Мы, Компартия Российской Федерации, проводя уличные мероприятия, никогда не нарушаем законов. Никогда не нарушаем законов. Можно проверить любой год. Если проходит провокация, то провокация от других сил, в том числе и правоохранительных структур. Давайте разрешим, в том числе и в Москве, мы сделали заявку провести шествие от Пушкинской площади до Театральной площади, провести здесь митинг. Приглашаем вас всех. Приходите все партии, все движения, Единая Россия и Справедливая Россия и ЛДПР на Театральной площади. Всех приглашаем. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, когда мы начинаем говорить о терроре, это очень серьезное обвинение. Нужно, во-первых, взять и осознать, что когда ты депутат Государственной Думы и обвиняешь страну в терроре, значит, ты сам к этому сопричастен. Не по улице ходим. И если уж так говорить, у всех параллель с тем красным террором, который был в свое время объявлен. У нас это с вами на улице? Нет. А тот, кто хочет свою политическую деятельность оправдать, нарушая наши российские законы, расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы, обвиняя теперь в красном терроре страну, это непорядочно. Геннадий Андреевич пригласит на общее мероприятие. Обсудим эти вопросы. А что касается этого большого списка, в нем есть те, кто привлечен к ответственности за махинации, финансовые нарушения. Нарушение законодательства, когда пытались детей выводить на митинги, и это все берем и прикрываем политикой, так страну потеряли. Вы же все против этого выступали в 90-х. Почему сейчас делаете ровно то же самое? Потеряли страну в 17-м из-за этого же. Обращайтесь в суд. Вот здесь вас поддержим. Но политические ярлыки навешивать не позволим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...